Всем привет! И в этом видео я собираюсь вам рассказать об очень-очень классной игре, которая называется Faza Zain. Faza Zain, это я говорю её по-немецки, потому что я с ней познакомилась именно в Германии. Так, это игра американская, это бестселлер, который я не знаю уже сколько лет находится на пике продаж игр. Что это за игра, я расскажу вам о ней. Как она по-английски читается, я без понятия. Faza Zain, Kainanuk, короче, не знаю. Расскажу вам об этой игре. Значит, я переверну коробочку, и здесь вы увидите вообще, на кого она рассчитана, сколько человек в неё может играть. Играть в неё могут все от 10 и дальше, то есть игра достаточно сложная. Поэтому её обожают особенно взрослые. Есть вот просто Faza Zain, как вот эта. А есть Faza Zain Master называется, она ещё и более сложная. Я, правда, в неё ещё ни разу не играла. Но я видела, что она есть, и она стоит довольно-таки дорого. Где-то около, сколько, около двух лет назад ещё, или около трёх лет назад, эта игра всё ещё была, когда в продаже она стоила 10-15 евро. Представьте, игра, которая стоит, такая малюсенькая, это карточная игра, которая стоит 10-15 евро. Сейчас на неё был ангибот, то есть специальное предложение, скажем так, горящее предложение от магазина Teddy. И эта игра мне стоила всего лишь 5 евро. И я собираюсь её купить ещё одним моим друзьям, потому что это просто замечательный подарок для тех, кто любит играть в настольные игры. Сколько в неё могут играть человек, от 2 до 6 человек, и примерно она длится 60 минут. Может длиться и 2 часа, и 2,5, в зависимости от того, если там собирается компания, они собираются поиграть, то есть это повод, но они собираются пообщаться, может быть, попить всяких напитков, каких-нибудь коктейлей, то тогда 60 минут будет мало для этой игры. Из чего она состоит? Я сейчас открою эту коробочку. Так, у меня карты смешались. Значит, в коробочке сразу вот такая вот книжечка. И эта моя книжечка, она, конечно, на немецком языке. Но правила там очень-очень простые. Научиться в неё играть очень-очень легко. Так, всё смешалось, всё смешалось. Так, вот, так она тоже. Но это не важно, потому что всё равно они все смешиваются. Вот, дверь, она состоит из двух колод. Вот они они. Колоды все это на самом деле смешиваются. И какие здесь существуют карты? Значит, карты от... Так, так, так. От единицы до 12. Единица. Двенадцать. И ещё есть цвета здесь. Так, вот самое важное сюда. Есть цвета. Сколько цветов здесь? Значит, и так, жёлтый. Жёлтый. Сейчас я вам покажу. Жёлтый. Потом, значит... Красный. И... Это очень важно, что здесь цвета и цифры есть. Зелёный. И фиолетовый. То есть здесь четыре цвета. Потом здесь есть Джокеры. Сейчас покажу вам карточки Джокеров. Я так бы их назвала, что это Джокеры. Это такие звёздочки на картах. Они выполняют роль Джокера. То есть они могут вам заменить как цвет, так и цифру. Потом... Здесь на разных языках есть стадии. Карты стадий разных. То есть здесь... Так, это я расскажу. Почему она называется фаза С, собственно. И вот такие вот карты. Восклицательный знак. Этот следующий пропускает ход. Сейчас я коротенько расскажу. Каратенечко расскажу принцип, по которому. Почему она называется фаза С. Потому что существует... Так. А по-русски нету. Короче, знаете, возьму-ка я немецкий. Вариант, короче, состоит из десяти ступеней. Как бы. Десять фаз называются. И эти десять фаз, когда вы, например, все играют первую фазу. Но вы будете играть неравномерно. Например, какой смысл? В первой фазе вы должны собрать двух близнецов. Что значит двух близнецов? Это значит то, что вы должны собрать, например... Так, секундочку. Мне нужно глянуть, что такое цвилинг. Первое. Нужно собрать, значит, двух близнецов. Это значит четыре карты с одинаковыми цифрами. Например, 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 например... Например, три тройки или... Не, не три. Четыре тройки или четыре четверки. Короче, сами решайте. Это должны быть две пары каких-то цифр. Так. Следующая фаза это один, значит, вот такой вот близнец, скажем так. То есть четыре каких-то цифр вы должны собрать один раз. И один раз по порядку цифры. То есть один, два, три, четыре, пять. И это один раз цифры по порядку из четырех карт. То есть по-немецки очень здорово звучит. То есть четыре карты по порядку. Третий. Один. Один близнец, состоящий из четырех карт. А, на второй фазе из трех карт должно было цифры состоять. На третьей фазе из четырех карт плюс четыре по порядку цифры. Четвертая, семь карт по порядку. Пятая, восемь карт по порядку надо собрать. Шестая фаза, девять карт по порядку. Седьмая фаза, два близнеца по четыре. То есть четыре карты, четыре цифры, четыре цифры нужно, короче, собрать. Восьмая фаза, это семь карт одного цвета надо собрать. Девятая фаза, близнеца из пяти цифр и близнеца из двух цифр. И десятая, тоже близнеца из пяти цифр и близнеца из трех цифр. Кажется со стороны, что это очень легко. Но на самом деле все, все, то есть тот, кто первый собрал свою фазу. А, подождите, подождите, неужели тот, кто первый заканчивается. А, вот, игра заканчивается только тогда, не когда ты собрал фазу. А когда ты собрал фазу и еще отделался от оставшихся карт. И что самое классное, ты имеешь право докладывать свою карту, когда твоя очередь наступает еще и к другим. То есть если ты увидел у кого-то близнеца или последовательность карт, или по цветам, ты можешь к ним докладывать. Это классно. Раздаются карты, мешаются, раздаются карты снова. И в следующей игре, когда она начинается, тот человек, который закончил эту игру, или либо другие, их может быть несколько человек, которые закончили первую фазу, они играют теперь во вторую фазу. А тот, кто не успел, как ее, первую фазу. Короче, игра обалденная, люди. Если у вас ее еще нет, обязательно приобретите. Я уверена, что в больших торговых центрах она есть, в книжных магазинах наверняка она есть. Это шикарная, шикарная игра. И в нее классно играть и с детьми, и подростком, между взрослыми, и даже пожилым людям. Короче, игра просто шикарная. Очень вам ее рекомендую. Может быть, даже ее можно заказать на Амазоне. Посмотрите обязательно. Вот. В принципе, да, это очень-очень я хотела поделиться с вами вот этой игрой, потому что, да, я наконец-то рада, что я ее приобрела. Так я вечно играла у кого-то в гостях, у кого были эти карты. А теперь они у меня тоже есть. И я могу тоже такие вечера устраивать со своими друзьями. И мы будем врезаться вот в такие картишки. Всем вам хорошего дня, хорошего вечера, хорошей недели и до свидания.